я видел в фейсбуке две фотографии твою и незабедного директора кирилла бабе которые меня немножечко не удивили они я реально за вас переживал цены в общем сирия до недавно было валя этого месяц еще не прошло месяц назад нам и подожди вот расскажи это вопрос потому что я знаю несколько артистов скорее всего даже не артистов а технический персонал кто-то долетал по своей скажем так прямой работе профессиональным агара профессиональным обязанностям и вот с музыкантом кто был в сирии вот так в живую я еще не общался не с одним вот ты вот первый музыкант который вот был там буквально недавно ты была там три дня три дня ты там в принципе вот смотри вот мои знакомые они были только хмимини на авиабазе ты был и там и в мальморе и в тартусе да да мы везде за три дня практически самые наши главные точки не были только там в дай раз зори это еще дальше и опасней вот не были в алеппо ну мы туда полетели я решил туда полететь ну это экспириенс своеобразный во первых только человек такого достаточно имперского плана поэтому я туда полетел вот и прилетели мы туда вот на тушки на нашей через с посадкой в моздок вот а то есть тушка летела чкаловского да до моздока мы приземлились моздоке дозаправились тушка 134 поэтому она не могла напрямую ну то есть у меня просто не не очень большой самолет до дальность не такая была и вот иначе мы долетели там естественно посадки нас сопровождали сушки вот были все погашенные огни вот во всем самолете до при посадке чтобы осадились ночью дужи вечерела не так сказать что ночь была ночь вечерела то есть он даже гасит самолет при посадке да даже свои огни даже даже габариты чтобы не было видно его с воздуха ой с земли на воздухе вот не было визуального контакта да 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 вот и будучи там и вот я там жил в кому там жили в казарме вот я отказался от каких-то особых условий хотя они были и поселился в казарме вместе с остальными участниками то есть там был и технический персонал там и военные журналисты и коллеги музыканты инструменталисты музыканты народники вот вопрос а сколько вообще вот групп полетала сколько человек у нас было около 20 человек наверное наших вот то есть кто полетел туда это можно озвучить имена со мной была певица юта аня вот ее настоящее имя со мной было кривенков это исполнитель шансона таких из медийных людей вот наверное и я кто то есть три человека да и три человека из медийных персон скажем так ну остальные там и вокалисты вокалисты народники инструменталисты народники и прочее прочее то есть там был полный спектр музыкального да у нас такой сборный концерт был мы вот ездили да и вот мы приехали туда и первые первые же на следующий день мы полетели в пальмиру полетели в пальмиру на боевых вертолетах когда я увидел фотографию бабе в каске бронежилете в шортах с таким взглядом как будто знаешь вот ну испуганный взгляд скажу честно то есть он такой недалеко был ну он взгляд был напряжен конечно там блять страшно это война да это война ты находишься в зоне боевых прямых действий да мы любой момент может что-то блять летели на вертолете то есть мы летели на двух вертолетах на ми-8 мтш и рядом нас провождал ми-35 штурмовой вот и как потом мне рассказали позже сопровождал то нас не зря потому что нам сказать что нас все-таки обстреляли пока мы летели летели мы очень низко об это было от 40 до 80 метров да между сопками чтобы есть пзрк например там у стингера есть там минимальная высота до захвата целей чтобы не успел захватить цель вот в этот стингер мы летели очень низко вот и нас еще сбоку прикрывали несколько раз мы отстреливали тепловые на ловушке во время полета я вот помню еще грохот бам-бам я думал все сбили с нами там полная амуницией спецназ внутри бронежилет мы без бронежилетов думаю ну ладно артистов и херану то и фиг с ними боевые единицы тем сильнее наверное смотри а далеко лететь от далеко полтора часа лет на вертолете лед умерла камера вдоль всей сирии над провинцией латакия там то есть по пустыне потом над пустыне летишь это то что пальмир находится в пустыне вот это исторический город знаменитый который конечно весь на хрен перехерачен нашими значит уважаемыми партнерами и террористами то есть там во первых наши еще дважды брали этот город насколько известно там сильные боя после после там до того как сыграл это вот то что вот я слышал одну посредством массовой информации сильные бои были именно пальмир и алеппо да да основных участка там был второй раз что наши покидали эту пальмиру там даже местные жители кого но если русские валят то вообще полный пиздец да и второй раз наш после того как гергиев там отыграл концерт уже наши потом опять же оставили пальмир и потом снова туда зашли но когда они снова зашли там еще меньше артефактов осталось про то что эти люди звери реально которые туда вот заходили вот эти вот игиновцы как там террористы они там всего там же очень много группировок которые там в основном гиловцы были вот как именно как раз игиловцы вот они как раз там вот молотами херачи вот все эти исторические память просто они уничтожали твари повесили там местного директора всего этого музея там то что нам не выдал там где находилась басмачи короче как фильме белый солнце пустыни вот ну мы туда прилетели да нам выдали бронежилеты броники то есть сказки вот и сказали что потом потом правда объяснили почему потому что вокруг снайпера ходит да это мы стояли даже еще ждать ждем я уже понял когда ты мы отыграли уже концерт там под гитару потому что нам пришли туда играть концерт у меня что гитара с собой было они говорят ну у нас вот розетка есть и все слушай а то есть это был акапелла это вообще без пея без всего это просто я под гитару сел и начал петь песни да вот без всякого подключения что нам говорят вот у нас розетка есть вот тут по любых условиях спасибо спасибо да юте например они были было еще хуже потому что она как выяснилось не умеет играть на гитаре вот но у нее был с собой планшет с минусами я находилась этим планшетом как с подносом и пыталась петь песни потом правда блютуз колонку ну видимо да не догадались и потом я и подыграл там в одной песне слава богу так более-менее получилось вот кривенков сергей тоже там под гитару взял у меня гитару под гитару сыграл очень мы для нашего гарнизона там сыграли но то есть подожди вот смотри я не знаю может быть это военная тайна то есть полимера она в кольце как бы наших то есть она что в кольце там в общем-то сейчас есть мирные жители какие-то немногочисленные говорят около 30 семей там живет даже какие-то магазинчики уже открыты какие-то детишки именно в пальмире да потихоньку возвращаться начинают люди там стоит наша гарнизон там стоят не только наш гарнизон стоят еще и сирийская армия там стоят еще и иранцы иранцы их стражи исламской революции вот и собственно говоря вот все эти гарнизоны там стоят охраняют эту самую пальмиру вот и по крайней мере пока люди там живут то есть там есть полимер исторической пальмира город жилой вот и в этом жилом городе там живут люди да там стоят наши войска там у нас там более менее какой-то быт у них налажен там конечно все разбомблено все там поскольку но по крайней мере наши там стоят там слушай и потом вы полетели вот на базу обратно которые нас мимим мы прилетели обратно их мимим за нами опять прилетел два вертолета вот пока стояли ждали и вот стоишь вот на взлетной площадке вертолетной вот вокруг тебя люди военной форме точнее в военной амуниции с автоматами заряженными и слышишь где-то хлопок дарит и такие шутят друг друга ну это наверное там кто-то напряглись сразу военные шутят да кто пакетик лопнул наверное потом мне объяснишь там снайперы вокруг думаю как-то это было конечно жутковато маленько но прилетели мы обратно опять полтора часа лета пока я летела всех святых вспомнил конечно это реально блять страшно нет друзья чтобы вы поняли почему вот я у кости спрашиваю потому что вот честно честно скажу свое мнение вот если бы мне предложили лететь в сирию знаете я бы думаю нет я бы сказал бы серьезно нет 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 скорее всего нет видишь и это 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 кому-то конечно да это experience то есть я считаю что ну может быть конечно и полетел но вот эмоции наверное я думаю переживал абсолютно такие же как ты то есть это это не шутки блять это не просто вон когда ты здесь на вертолете да это не просто ты сел в самолет и полетел на аэрофлотом в сочи это чужая абсолютно страна и в каждый момент любой может прилететь снизу можно можно сказать конечно нет безусловно там это очень редко происходит и на моей памяти на моей памяти там наши войска потеряли два вертолета один сам долбанулся другой на земле расстреляли и когда наших летчиков вызволяли там из западнито да то есть принципе ни одного вертолета там не было сбито с помощью пзрк но все равно как говорится палка тоже стреляет временами раз в риск безусловно есть и поэтому это конечно было жутковато но я полетел туда по мотивам таким что во-первых я бы перестал себя уважать если бы туда не поехал по моим личным мотивам по моим взглядам скажем так то есть я так для себя решил я понял что это надо мне сделать вот вот так вот вот на следующий день мы поехали там в тартус то есть тартус это наша военно-морская база но там войны как таковой никогда как нам объяснили не было более того там даже говорят вот есть дома богатых в сирии если на временами дома богатых людей которые даже во время обстрелов не трогали вот так ну это арабы арабы это торговая нация они умеют торговать и договариваться такие да вот собственно и поэтому в тартусе мы там прекрасно отдохнули там покушали фруктов покатались на боевом катере по море покупались в открытом море было замечательно все вот ездили мы туда на броневике на точнее в капсуле так называемый то есть бронированный автомобиль и как показала история то есть я читаю недавно да там кто-то на такой капсуле например на мины нарвался недавно там наш не все живы но все-таки неприятно по заминированной дороге это новый наш джип да нет это просто камаз это камаз камаз где вот вместо кузова такая бронекапсула жесткий корпус мягкий да да там бронекапсула с бойницами то есть без окон вот мы на такой бронекапсуле собственно говоря ехали по дороге вот в тартус мы туда обратно ездили на бронекапсу там вообще передвигатель бронекапсу а подожди то есть из пармира вы ехали на камазе не не из пармира из пармира мы добирались обратно вертолета она далеко же на вертолете дыхме мимо а из мимима мы жили в химимиме собственно говоря и оттуда из мимима всюду вот ездили вот приехали в тартус там у нас была одна колонка вот одна колонка потому что вторая сгорела и ну звук реже сказал местный наш который с нами поехал сказал я попытаюсь сделать псевдо стерео какое-то там в общем мы работали на одной колонке ну получилось хорошо солдаты и офицеры люди непритязательные звуки слава богу вот но тем не менее мы с большой отдачей от выступали там даже много было кто из самары из моего родного горна было очень приятно и после этого да я вот после тартусского концерта я помню меня наверное час не отпускали с автографами с фотографиями я вот вот стоял вот пока вот все всему всем на всей нашей базе не отфотографировался я не ушел все вот все вот там чисто моряки да там моряки вот служит собственно говоря да слушай но там боевые корабли из минца да то есть я не знаю насколько там боевые карты я не видел бы разных боевых там есть десантный какой-то корабль стоял наш вот они временами туда заходят и уходят но мы катались на боевом катере скажу зверь машина ракетный он с пулеметом со всеми делами и он валит со скоростью 80 км в час по бате даже по штилю то есть когда он втопил и втопил он не самый не газ до отказа я помню у нас на всех шапки слетать начали голову чуть не оторвало от этого от этого вот газа вперед вот очень весело было в сирии я скажу то есть это был интересный такой экспириенс летать на волна на войну вот не очень хорошо было и наверное спокойно моим родным и близким которые с ума тут сходили потому что мы свои телефоны еще в чекаловском отдали на хранение и три дня были без связи просто-напросто темы темы рассудки по условиям естественно военного времени нельзя возить никакие средства связи даже на фотоаппарат отбирали то есть фотоаппарат тоже нельзя особо там все мои фотографии сирии там нету например военнослужащих наших практически техники практически абсолютно это закон войны да и потому что там служит извини перебить и насколько я знаю только контрактники да да и понятно что люди рискуют и рискуют все их семьи рискуют здесь конечно потому что любой фотография можно найти террористы прознают где кто там сложно и могут здесь начать там кого-то вместе сшантажировать слушай а на что же вот эти фотографии сделаны сирийские у меня был с собой старый ipod который я провез а как плеер и в нем мы все-таки был встроенный фотоаппарат и ipod который а маленький старый ipod там еще не вовсе снимал там нулевых годов на него и мне удалось снять и кириллу моему концертному директору удалось принести с собой планшет в укс который он запускал песни собственно говоря минуса наши вот и там тоже было про слава пропустили вот на в основном на него мы и фотали вот и и связи не было и раз в сутки мне военные давали свои телефоны какие-то старые nokia такие 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 ну которая не отследить да да и вот мы с этих nokia звонили домой родным близким раз в сутки у нас был сеанс связи но на хмимиме тоже кстати не очень так безопасно жить потому что как выяснилось временами прилетает беспилотники вражеские террористические и самопальные всякие вот приносит туда гранаты и взрывчатку и где-то наверное процентов 90 95 сбивается но временами и долетает как выясняется налетает и калечит людей наших военнослужащих то есть это довольно опасно находиться даже на хмиме война есть война да да интересные конечно у тебя был эксперимент с поездкой в горячую точку говорю я вот когда я узнал вот я так уже повторюсь что ты с кириллом улетел я честно ребятам блять за вас переживал потому что но да потому что тут знаешь война есть война да да и жена бросилась у меня есть муж с войны вернулся а теперь это больше англия наносится наверное да не наверное точно хорошо с военной темой закончили а